Рассказ. Воскресное приключение. Книга пророка Михея, седьмая глава, восьмой стих. Хотя я упал, но встану. Ура! Громкий хор детских голосов прозвучал так неожиданно, что учительница от испуга уронила очки, что вызвало у учеников взрыв смеха. А бурная радость пятого А-класса последовала после общешкольного звонка, возвещающего конец учебной недели. В дверях, как обычно, пробка. Но Витька изворотливо пробрался сквозь толпу одноклассников, которым не терпелось вдохнуть весеннего свежего воздуха. Несмелое апрельское солнышко очень старательно протягивало свои теплые лучи к озябшим за зиму деревьям, пробуждая в них новую жизнь. «Петька, ты где?» Витя энергично озирался по сторонам, но его друга нигде не было видно. Они с Петей дружили с первого класса, но в последнее время почему-то стали часто ссориться. Вот и вчера долго не могли договориться о том, как провести очередное воскресенье. Витя настаивал на рыбалке, а Пете очень хотелось пойти на конюшню. Друзья чуть не подрались из-за разногласий, и сердитые разошлись по домам. Весь этот учебный день они провели в разлуке и даже сели за разные парты. Но друг без друга им было очень скучно, и потому, заметив вдалеке мелькнувшую Петину фигуру, Витя метнулся к нему, закричав очень громко, «Петя, постой!» Тот, услышав, тоже пошел навстречу другу, и выжидающий остановился невдалеке. Обрадованный, Витя примирительно предложил, «Ладно, давай завтра на конюшню, когда встречаемся?» «В десять, как всегда!» Довольный выдохнул Петя, протягивая ему руку для приветствия. Он тоже томился без Витьки и теперь ликовал оттого, что все кончилось так хорошо. «На конюшню, так на конюшню!» – мысленно уговаривал себя Витя, возвращаясь домой. «Главное будет, чем заняться!» После ужина Витина мама неожиданно предложила сыну. «Может быть, завтра пойдешь с нами в церковь? Будет участие учеников воскресной школы, где ты когда-то занимался?» «Нет-нет, мне в церкви очень скучно, и потом у меня на воскресенье совсем другие планы!» Решительно ответил Витя и тут же ушел в другую комнату. На следующий день, после завтрака, родители отправились в молитвенный дом. А Витя, выйдя вместе с ними, зашагал совсем в другую сторону, туда, где договорился встретиться с Петей. Вскоре друзья были уже возле поселковой конюшни. Сегодня там дежурил конюх Трофим, с которым у мальчиков давно завязалась дружба, еще с тех времен, когда они посещали воскресную школу в церкви. Петя с Витей раньше часто пели для Трофима христианские песни и рассказывали стихи о Боге. А конюх внимательно слушал и, довольно кивая головой, повторял «Слава Богу! Слава Богу!» Но на их приглашение прийти в церковь он тогда ответил «Нет, не могу». «Почему?» — спросил кто-то из мальчиков. «Я там сразу упаду, а лежа слушать проповеди очень неудобно», — объяснил Трофим. «Почему же вы упадете?» — удивился Петя. «Если у вас ноги болят, вы можете сидеть. У нас в церкви есть скамейки». «Упаду я!» «За скамейки упаду!» — убежденно повторял Трофим. «Ведь я очень большой грешник, потому не удержусь перед Богом, ни стоя, ни сидя. Упаду!» «А вы покаетесь, и Бог простит вас!» — подсказал Витя. «Это легко сказать!» — тяжело вздохнув, ответил конюх. «Покаяться-то, может быть, и можно, а вот жить потом по-божье — это уже вам не на лошадке покататься». Когда он узнал, что мальчики перестали ходить в церковь, то, многозначительно взглянув на них, печально произнес. «Вот я и говорю, покаяться — это еще не все, а по-божье жить, видать, не всем дано. Ох, не всем!» Но дружить они не перестали. И вот сегодня Трофим, как обычно, с радостью поприветствовал своих молодых друзей. «Заходите, милые! А церковь так и не посещаете, что ли? Вот я и говорю, по-божье жить не всякий хочет». «Ну да ладно, дело хозяйское». В это воскресенье мальчиков ожидал приятный сюрприз. Конюх разрешил им прокатиться на паре молодых, хорошо уже объезженных лошадок. Друзья с восторгом забрались в новую красивую повозку. «Управлять буду я!» — командно выкрикнул Петя, устраиваясь поудобнее. «Давай по очереди!» — миролюбиво предложил Витя, который очень не хотел опять ссориться. «Нет, только я!» — упрямо заявил Петя, угрожающе взглянув на своего товарища. «Ну тогда сам и катайся!» — угрюмно отозвался Витя и спрыгнул с повозки. «Э-э-э, друзья дорогие! Вы что же это, а?» — укоризненно обратился к ним Трофим. «Уже и ссориться научились? А ведь раньше, когда в церковь ходили, такого за вами не числилось». Но мальчики, нахмурившись, отвернулись друг от друга. И тогда конюх прикрикнул. «А ну-ка, братики! Или миритесь побыстрее, или ваша прогулка отменяется и по домам!» «Ладно, по очереди будем!» — торопливо отозвался с повозки Петя и обратился к Вите. «Садись скорее!» «Так-то лучше будет!» — довольно сказал Трофим, который не мог долго сердиться. «А то ишь какие! Колючки выпустили!» «Ладно, едьте, милые! Катайтесь на здоровье!» Но получилось все по-другому. По дороге Петька опять заупрямился и отказался уступить другу очередь по управлению лошадьми. Витька, в свою очередь, решил силой вступить в свои права. Завязалась борьба. И тут вдруг лошади вместе с повозкой рухнули куда-то вниз. Занятые бурным выяснением отношений, незадачливые кучеры не заметили большую канаву и теперь вместе с животными погрузились в какую-то вязкую грязь. С большим трудом выбравшись из повозки и став на твердую почву, друзья начали усиленно понукать бедных лошадок последовать за ними. Но все усилия животных, которые поочередно дергались в разные стороны, оказались напрасными. И затем они обреченно затихли, равнодушно косясь на кричащих и бегающих вокруг них мальчиков. С понурыми головами друзья вернулись в конюшню и сообщили о случившемся Трофиму. К их большому удивлению он не стал ругаться, а взяв с собой двух старых, очень тощих кляч, тут же отправился вместе с провинившимися на место происшествия. Там он быстро и ловко освободил лошадей от повозки, и они легко выбрались из ямы. Вместо них Трофим запряг в повозку старых кляч. — Да разве они смогут что-то? — возмущенно выкрикнул Петька. — У них ведь совсем сил нет! Не обратив внимания на его слова, конюх громко крикнул старым лошадкам. — Ну, милые! И животные тут же одним совместным рывком подняли повозку вверх. Петя с Витей даже рты пооткрывали от удивления. Возвращались в конюшню молча. А там мальчики, спрыгнув с повозки, сразу же заторопились уходить. — До свидания! Нам домой пора! — не глядя на Трофима, пробормотал Петя, пятясь к двери. — Э-э-э! Не спешите, друзья! Посмотрите-ка на себя! Вы же как поросята грязные! Помойтесь, чаю попьем, а потом и попрощаемся! — добродушно предложил конюх. Пришлось им остаться. В таком виде возвращаться домой очень не хотелось. Когда мальчики, наконец, отмылись, Трофим пригласил их к столу. Душистый липовый чай был уже готов. Во время чаепития Витя, осмелевший от того, что конюх так и не упрекнул их за негодное поведение, спросил. — Не пойму, почему это молодые сильные лошадки не смогли вытащить из ямы повозку, а эти еле живые старые клячи подняли ее так легко? — Да, молодая пара крепкая, — согласился Трофим. Но согласия между ними нет. Глупы они еще. Дергались в разные стороны. Каждая показать себя хотела. Но дело-то так и не сделали. А вот старые лошадки, хоть и не очень сильные, но по слушанию наученные. Как только голос мой услышали, сработали дружно. Вот и получилось все хорошо. Заметив, что мальчики внимательно слушают, Трофим печально добавил. Как в одной басне говорится, когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. Вот вы, скажем, почему ссоритесь? Да потому что каждый в свою сторону тянет. А это, спрошу я, от чего? Да все от того, что Богу непослушны и родителям своим. Каждый сам себе командиром хочет быть. Потому и в яму сегодня свалились. Друзья виновата опустили головы. И добрый Трофим поспешно продолжил. Да я и сам часто тяну, не туда, куда нужно. Дергаюсь, как упрямый лошак, а пользы ноль. Не жизнь, а маята одна. Витя вдруг решительно встал и с большим волнением предложил. А давайте все вместе пойдем сегодня в церковь на вечернее собрание. Ведь мама приглашала меня утром, но я отказался. И мне тоже сегодня хотелось пойти в молитвенный дом, неожиданно признался Петя. Но потом я подумал, договорились ведь с Витькой на конюшню. — Как хорошо, что вы сначала пришли сюда, — отозвался Трофим. — Один бы я ни за что в церковь пойти не решился. А с вами согласен. — Вы простите нас, что мы в канаву свалились, — попросил, наконец, Витя. — Да это я во всем виноват, — поспешно добавил Петя. — Ладно, братики, — добродушно подытожил Трофим. — Из канавы поднялись? — А теперь вот из грехов выбираться нам всем надо. Поехали учиться жить по-божье. Садитесь-ка побыстрее в повозку, чтобы нам не опоздать в церковь. — Спасибо.